Окей, всем привет! Сегодня у нас 30 октября, тема «Основы проверки торгового знака, запрещенные бренды, нейминг и регистрация». Подытожим нашу работу с Сашей. Примерно мы уже год сотрудничаем, да, Саш? Да. Сколько мы примерно сделали всех вот этих вот вещей? Чтобы у нас начинали, давай вот с этого начнем просто, чтобы было понимание, что многие люди, может, первый раз, например, смотрят видео по этой тематике. В первую очередь мы начинали с проверки товаров на торговые знаки, на патенты, в дальнейшем перешли к регистрации торговых знаков, совсем недавно занялись неймингом, потому что стала очень острая необходимость. Стали обращаться клиенты, которые только запускаются, и у них часто бывают вопросы с тем, что они выбирают себе название, и потом, как показывает практика, эти названия приходится либо менять, либо делать ребрендинг, либо они сразу же изначально заблокированы и просто-напросто… И сегодня ты расскажешь как раз по каждому из пункта, да, что мы сделали за год, что мы планируем делать, ну и опыт вообще, в принципе. Правильно? Да. Все, приступай тогда. Совершенно правильно. Не буду тебе мешать. В первую очередь хотелось бы начать с АЗОВ. Очень много материала по поводу интернета, и у каждого адвоката, эксперта есть все-таки свой подход к проверке товара, особенно торгового знака. Это отдельная история. Большинство новичков ищут вообще на каких-то непонятных сайтах из серии «Тредмарки», или там «Серчко.Он» и так далее. То есть это базы каких-то фирм, которые абсолютно, ну скажем так, имеют какое-то отдаленное отношение к базе торговых знаков США, которые находятся на сайте uspto.gov. Вот прямо сейчас у меня открыт этот сайт. Откуда вообще начинается поиск? Вот мы забиваем адрес uspto.gov, здесь есть графы «Тредмарк», «Патентс», мы выходим на «Тредмаркс», есть «Getting static», «Исим», вот такое вот «Серчинг», «Тредмаркс». Получаем страницу поиска, здесь в самом верху есть краткий линк, как чтобы попасть на прямой поиск, на страницу, именно на страницу поиска. Есть три варианта поиска. Вот такой вот вариант, основной, самый простейший, который, скажем так, поможет вам проверить ваш товар на точно такое же название. То есть есть такая услуга у многих сайтов и даже адвокатов из серии «Как бесплатно проверить торговый знак или регистрация за 225 долларов?» Мы просто посмотрим. Вот это вот именно эта графа, как делается такой поиск. Мы забиваем название. К примеру, пускай это будет вектор. Есть вариант поиска «Life and Death», вот он, то есть действующие торговые знаки и уже недействующие. Для простоты, в данном случае, мы возьмем самый простейший случай, мы проверяем товар на действующие знаки, можем ли мы торговать вот именно этим вектором. Вот данный торговый знак. Выбираем «Life», нажимаем «Submit Query», получаем 395 результатов. То есть это все торговые знаки, где есть именно точно такое же название «Вектор», наименование. Берем первый же попавшийся «Wilton Vector». Допустим, мы торгуем любой товар, пускай это будет что-то из электроники, к примеру, электрические часы с будильником. Первое, что нас должно интересовать в данном случае, вот эта вот строчка «Класс». Если здесь нету часов и будильника, значит нам повезло. В данном случае здесь «Financial Services, Investment and Management». То есть данный торговый знак нам не мешает. Мы возвращаемся. И таким образом, в принципе, мы должны проверить вот эти вот все 395 торговых знаков. Это нам даст точную проверку на точное название. Что означает, в принципе, что на Амазоне с 95% вероятностью вам не должны давать банк. И остаются самые великолепные 5% на похожие названия. Это все еще простая проверка товара. Это не на торговый знак. Опять же возвращаемся к изначальной форме. И думаю, для похожести наименования либо торгового знака должно быть минимум 2-3 буквы разницы. Мы смотрим, как можно написать вектор по-другому. Но, к примеру, вектор можно написать через капу. Точно так же проверяем только действующие торговые знаки для простоты. Вот мы получаем еще 11 записей. Опять же выбираем, к примеру, вектор. Смотрим класс. Стройчика аппарата с инструментами для офталмологии. Хирургические аппараты и инструменты для офталмологии. Что касается наших часов электронных, нам опять же повезло. Возвращаемся обратно в список. И хотелось бы заметить вот эту колонку. Registration number. Вот эти линии, где есть номера, это уже зарегистрированные торговые знаки. Вот этот вот вектор спорт, к примеру, у него нет еще регистрированного номера. Он все еще в пеннинге. То есть он еще не одобрен. Он может быть, скажем так, отказ... То есть по нему может быть отказ, а может быть и не быть отказ. И теперь еще раз возвращаемся к самому первому списку. И ставим галочку на вектор. Первоначальный, как мы делали поиск. Через C. Но уже с графой life and death. Для того, чтобы оценить, действительно, какое вообще количество торговых знаков было подано на регистрацию. То есть, если помните, вначале у нас была сумма 300 с чем-то знаков, которые живые. Сейчас вместе с мертвыми у нас 1096. То есть мы можем сделать процентную оценку, что из тысячи где-то 35% положительные. Остальные 65% получили отказ. Это раз. Теперь опять возвращаемся к нашему поиску. Есть так называемые символы, которые позволяют найти, скажем так, подобные торговые знаки. Обычно это звездочка. Самый простой символ, который позволяет добавить слова. Опять же, запускаем поиск. Получаем 1266 записей. Это уже комбинации. Слитно, не слитно, с пропущенными. Вот даже есть век Т с пропущенным Р. Это что касается, скажем так, простого поиска. То есть, в первую очередь, когда вы либо запускаете товар, либо хотите купить готовый аккаунт с брендированным товаром, вот этот поиск, это самый минимум, что вы должны просто сделать и хотя бы на 50% себя успокоить в том, что точно такого названия нет. Опять же, вернемся к вектру. Как я и говорил, в этом же вектре могут быть разные комбинации, допустим, написание буквы Си через капа и так далее. Если поставить здесь еще одну звездочку, опять же, мы получаем поиск. База вообще выглядела, что ничего не нашла. То есть, это особенности базы. Нужно пробовать другие комбинации поиска. Опять, видите, не показывая. То есть, вся особенность американской базы заключается в том, что нужно очень точно проверять ваше слово, вот эти вот комбинации слов. К примеру, ваше наименование может быть не вектор, а вектос. Пускай это будет буква З. Одна буква разница. Отлично, ничего не нашли. Казалось. Удачная комбинация. Но, опять же, одна буква не является разницей. То есть, эксперт даст отказ вектору, вернее, вектозу, на название вектор. Теперь, что касается простой проверки. Для выбора... Давайте буду более последовательно. Вернемся к проверке вектора живые торговые знаки. То есть, те, которые в силе. Вот у нас их есть 395. Допустим, у нас есть электронные часы. Мы заходим на сайт mktu.info. Вот так вот я покажу основную страницу. Теперь мы хотим узнать, куда же относятся наши часы. Вся международная классификация делится на товары и услуги. Здесь справа есть вот вкладочка товары, услуги. Выбираем товары. И есть, скажем так, очень-очень краткое оглавление товара. Мы ищем наши часы. Находим. Класс 9. Приборы, инструменты, научные и морские, сигнализация, торговля, списание приборов и инструментов для передачи, распределения трансформации, накоплений, регулирования или управления электричеством. Аппаратуры для записи. Получаем полный список. И пробуем поиск. Часы к классу не относятся. Класс 14. Переходим сразу же на класс 14. Сделаем здесь точно такой же краткий поиск. Получаем. Часы и хронопатические приборы относятся к классу 14. Теперь мы возвращаемся обратно к нашему списку. Все вот эти вот 395 позиций нужно проверить, чтобы в классе не было часов. Плюс к этому в Америке есть понятие похожих товаров. Или, скажем так, принцип одной полки. То есть часы, в принципе, могут встречаться, скажем так, с какими-то товарами, допустим, электронные часы, потом приборы, секундомеры, какие-то приборы, скажем, для измерения давления, температуры. Все эти товары, в принципе, могут продаваться в магазине на одной полке. То есть при проверке вот в этом вот классе нужно брать во внимание, что похожие названия могут получить отказ от экспертов. То есть не только часы нужно брать в расчет. К примеру, мы берем те же самые секундомеры. Это очень близкий товар. И он с 99-процентной гарантией попадает под это правило, скажем так. Правило одной полки. Это что касается классификации. Хотелось бы вернуться все-таки к принципу профессионального поиска. Потому что вот этот вот поиск, который я вам показал, в принципе, он занимает буквально 5-10 минут. Для того, чтобы более-менее определиться, что, ну, скажем, если еще проверить вот эти вот 300 названий, на точное название вектор, и чтобы в каждом классе, в каждом этом торговом знаке и в классе не было часов и секундомеров и подобных товаров, в принципе, у вас уже есть какое-то, скажем так, предварительно 50-40% достоверность того, что вы можете более-менее не бояться того, что вас забанят или придавят вам претензию за точный товар. Опять же, нужно брать во внимание, что придется проверить вектор, к примеру, через капа, а также все векторы, как я говорил, с комбинацией через поиск со звездочкой, то есть двойные названия, к примеру, вилтон-вектор, вектор орбит и так далее. Также есть литвое название, вот есть трейд-вектор. То есть по логике вещей для поиска нужно проверять в первую очередь вот этот вот вектор и вектор со звездочками. Это опять же упрощенный поиск, который не включает в себя поиск на какие-либо похожие товары, не товары, а торговые знаки. Скажем так, с разницей в две-три буквы, а также с похожим звучанием и с похожим переводом. Потому что также есть такое интересное правило, допустим, вы выбираете за себе русское слово. К примеру, пускай это будет «стрела». Забиваю в поиск слово «стрела». Транслитерация. Секундочку, я уже начал поиск в поиске. Стрела. Всего лишь четыре. Казалось бы, идеальный вариант, если еще и подобрать товар, если у вас товар не попадет, к примеру, вот у нас есть, как раз вот час. как раз наши часы которые мы искали допустим у нас товар барометр мы попадаем в удачный вариант но эксперт при проверке сделает поиски переведет слово стрела как ару на английский и здесь мы получаем 587 записи из которых для часов со стрелкой можно с вероятностью 80 процентов сказать что там обязательно что-то будет это простые азы проверки торгового знака есть еще очень интересный сайт для проверки випа данный сайт более удобен скажем так для более широкого поиска но но он делает поиск во всех базах и в нем нужно указывать точно страну эксперты обычно пользуются данным сайтом для поиска наименований и брендов которые идут по международной процедуре то есть допустим в сша мы посмотрели есть 300 зарегистрированных знаков из которых 100 естественно приблизительно находятся в пендинге еще к этим 300 можно добавить еще штук 20 которые идут по международной процедуре и появятся в течение полугода года в базе сша вот здесь вот делается поиск данных скажем так висящих которые в процессе наименований мы пополучили вектор здесь уже 2266 здесь есть еще очень хорошего удобства что сразу же показывается список с логотипом то есть принципе можно посмотреть и конкурентные логотипы очень интересен интересная ситуация сейчас вот с бренд регистри амазон в очередной раз изменил правила и теперь для бренд регистри они принимают торговые знаки только словесные так называемый стандарт то есть это словесный торговый знак написанный большими буквами очень интересный нюанс что когда при подачи торгового знака для регистрации вес птва больше всего шансов на регистрацию получает тот торговый знак который идет с логотипом почему потому что в первую очередь проверяется слово и если допустим вот есть разница в одну букву в две в три в три буквы и у вас есть отличный логотип то в принципе при хорошем логотипе вы получаете регистрацию на логотип вам если вам могут отказать скажем так дискламировать эксклюзивное право примеру на слово вектор но вы получите защиту на логотип в данной ситуации у вас все так же есть права на использование логотипа а также на предъявление требований в том случае когда вы подаете на регистрацию просто слова вы просто получаете отказ и у вас уже нету никаких вариантов для того чтобы как-то вытянуть получить позитивное решение по регистрации нужно заранее определиться что для вас при в приоритете либо вам нужно получить все-таки право на торговый знак вы подаете его с логотипом в результате данного данной проверки вам экспертиза указывает что на ваш вектор пример нету оппонентов вы получаете торговый знак на комбинацию словесную логотипа и словесную и в дальнейшем если вы хотите получить более широкие права для бренд регистра и так далее вы можете продать просто словесный это будет с большей вероятностью на положительное решение и на более скажем будет соответствует с нынешним требованиям амазона по подаче бренд регистра то есть нужно провести все таки вот такую вот разницу для новичка который запускает товар или даже для человека который у которой уже торгует но ему в первую очередь важно защитить то есть первая подача более приоритетно есть скажем так есть такое мнение большинства адвокатов если вы уже торгуете двумя-тремя товарами или это ваша первая подача все-таки приоритетней в том случае для того чтобы получить защиту по торговому знаку и подавать претензии подавать торговый знак все-таки с логотипов когда вы его получаете у вас есть сразу же возможность подать и расширить права на более широкий спектр услуг а также и получить более широкую защиту уже просто на название без логотипа в двух словах вот такое вот видение приоритет подачи проверки торгового знака Денис ты что-то добавишь по этому поводу? да ну нет тут в принципе все ясно по большому счету технически торговый знак ты рассказал теперь соответственно что у нас патенты будут и нейменты секундочку я хотел бы еще вот поделиться некоторыми списками у многих юридических компаний есть списки уже заранее проблемных брендов которые зарегистрированы либо которыми не стоит торговать на амазоне хотелось бы поделиться очень интересным таким списком сайт называется sellers essentials у них есть черный список брендов которыми не стоит торговать которые будут забанены ну естественно здесь Asus Avon Apple Arhava Baun Cosmetics и естественно вот хотелось бы сказать вот таким словам Cosmetics и подобным Trade то есть общеизвестным словам допустим если ваш товар как-то относится к косметике и вы разрабатываете себе наименование сразу же Cosmetics будет дискламируем то есть на него вам не дадут эксклюзивного права если же вы подадите какой-то просто Cosmetics то вы получите стопроцентный отказ и так далее то есть нельзя есть принцип нельзя делать наименование своего товара по принципу масло-масло то есть косметика для косметики или косметика парфюмерии допустим вы делаете Balm Parfumers автоматом Parfumers будет либо отказано либо дискламировано в лучшем случае дискламирование это означает не выдача эксклюзивных прав у вас остается к примеру Balm или тот же самый вектор о котором мы говорили и скорее всего если по поиску где-то в этом списке в списке векторов был товар похожий на косметику парфюмерию духи то у вас будет отказ очень интересный такой список всем известные бренды но некоторые лично для меня были неизвестны к примеру здесь есть Casio это те бренды которые которыми даже не стоит заниматься онлайн арбитражом и дропшиппингом и его еще плюс вот такой вот черный список брендов хотелось бы поделиться есть тоже очень интересное сообщество эти бренды больше конечно проблемные для дропшипперов и онлайн арбитража есть сообщество ВКонтакте которое постоянно добавляет проблемные бренды и черный список поставщиков я думаю что многим это будет полезно поскольку не все сразу же приходят к private label я поделился этим списком в комментариях может он кому-то будет интересен и полезен однозначно там ребята я видел дропперы сами эти списки составляют я думаю как раз соединить то и то будет полезно да потому что как показывает практика все начинают с дропа в лучшем случае с онлайн арбитража пока потом приходят к private label когда уже поднаторели не знаю не согласен с этим но не столь важно я честно могу сказать вот у меня с кем я работаю из дропа это просто единицы все то есть онлайн арбит дроп там я не знаю они по-своему двигаются то есть я лично не то что там работаю мне кто деньги платит за консультацию а именно в принципе просто общаемся работаем очень мало вот классные дропперы кто этим занимаются они отлично себя чувствуют на дропе я не понимаю вот эти вот какая-то такая знаешь какие-то мифы легенды о динозаврах о том что там вот какая-то ступень идет да дропа к онлайну идет да куча дропперов занимается онлайном и дропом и приватом и всем остальным но все равно если ты действительно профи то все равно основные заработки денег зарабатываешь на своем направлении мне кажется так я не знаю конечно вот а когда начинается распыление все остальное там есть нюансы многие все равно я вот мне кажется так да конечно тебе в данной ситуации намного виднее у тебя больше практики хотелось бы еще раз вернуться вот к поиску есть возможность более структурированного поиска то есть опять же на сайте usepto.gov первый допустим мы опять же выбираем наш вектор выбираем допустим description в поиске и вот good services и здесь мы можем написать допустим класс то есть это более структурированный поиск которым пользуются профессионалы то есть вот мы говорили что по часах у нас варить на у нас было где-то тысячи с чем-то записей теперь я задал поиск вектор по всему по всей заявке скажем так по всей документации и добавил класс 14 то есть здесь в основном будут присутствовать товары похожие на часы относительно и похожие и где-то в каких-то комбинациях встречается вектор но это скажем так поиск намного более сложный более структурированный он для профессионалов все-таки для простой проверки я рекомендую вот этот вот первый пункт и ставить галочку live это в принципе позволит проверить сделать простую проверку наименование для товара скажем так естественно придется проверить все вот эти вот допустим тысячу названий и естественно вот проверить комбинации букв все накапы и так далее это что касается вот простого поиска на товар это ни в коем случае не может считаться поиском на регистрацию торгового знака потому что для поиска торгового знака опять же должна быть разница минимум в две-три буквы плюс отличающиеся написание и также отличающиеся звучание то есть все вот эти вот три пункта это минимум что проверяет эксперт и естественно классификация еще раз бы хотелось бы проверить вот показать примеру есть вот этот вот сайт МКТУ-Инфо есть еще очень много других сайтов достаточно забить в поиск международная классификация товаров и услуг что позволит вам найти допустим на английском список или другой сайт который вам более удобен и классифицировать ваш товар очень интересная ситуация к примеру вот у нас есть 14 класс о котором мы говорили где идет речь о часах в первую очередь он включает вот ювелирные изделия бижутерия драгоценные часы и хрометрические приборы да то есть когда вы будете запускаться было бы идеально работать и выбирать все последующие товары в этом классе вот к примеру музыкальные инструменты не самые идеальные случаи 11 класс очень часто используют это устройство для освещения нагрева получения пары тепловой обработки сушки вентиляции и так далее то есть грелки подушки электрические чайники и так далее вот по этому списку мы смотрим абажуры аккумуляторы пара ароматура печей баки и так далее вот по этому списочку было бы очень идеально пройтись и выбирать товары все в одном классе потому что вот у меня был недавно случай человек продавал продает сет товаров у него скажем так товары кухонной прямой бежности ножик стандартный это естественный пример ножик вилка ложка и тряпочка клиент он продает его как сет на основании этого сета я смог ему настолько расширить права что практически в классе он забился где-то около 30 процентов всех товаров и в дальнейшем когда он будет расширяться допустим вот сейчас он подал торговый знак как логотип в следующий раз когда ему надо он перейдет к подачи как словесный торговый знак и будет работать в этом же классе и скорее всего он дойдет до того что он заблокирует этот класс на 70-80 процентов и под его торговым знаком похоже будет вообще нереально как-то торговать даже похожими товарами он просто будет блокировать всех жестоким образом даже если это не похожий товар он все равно может подавать петиции и так далее это что касается классификации выбора товаров и торговли выбора последующих товаров а также торговли сетами очень настоятельно рекомендую торговать начинать торговлю двумя-тремя товарами в каких-то наборах потому что для регистрации торговой марки это очень положительный момент который позволяет очень сильно расширить права потому что в Америке в основном регистрация идет по конкретным товарам в Европе же регистрация идет больше по целому классу и это очень интересная отличительная черта регистрации в Америке что это что касается проверки классификации то есть есть три основных пункта при проверке товара либо при выборе наименований это в первую очередь выбрать уникальное наименование второе выбрать его проверить его по классу при регистрации ваш класс один и тот же товар бывает случай что один и тот же товар попадает в два класса к примеру компьютерная мышка попадает в два класса чай попадает минимум в два класса есть еще третий класс который регистрирует большие фирмы как пищевые добавки там тоже входит чай то есть есть некоторые товары которые изначально можно проверить по классификации и понять что для регистрации или для первого для первого запуска особенно для регистрации торгового знака не очень выгодно скажем так начинать торговать этим же чаем если это ваш единственный товар потому что при регистрации вам придется заплатить минимум за два-три класса как известно за каждый класс ЮСПТО взимает отдельную плату минимум это то есть есть три тарифа у ЮСПТО 225 и 275 и 400 225 это скажем так самая строгая подача где вы не можете ошибиться если вы ошибаетесь вас еще взимают плату и вы дополнительно тратите время на переписку по каждому пункту по которому у эксперты есть возражения то есть оптимальный вариант подачи торгового знака это такса 275 где эксперты в принципе в основном не во первых не в основную часть возражений сами регулируют и не взимают дополнительные платы за дальнейшие возражения естественно это значительно экономия времени что касается нейминга хотелось бы все таки посоветовать при выборе наименований как показывает практика вот простые наименования типа вектора из серии ну скажем так даже пройдясь вот в этом списку что у нас тут есть вектор seasons project вот project очень распространенное слово quite best good какие-то такие слова которые скажем так являются описательными и очень распространенными они в большинстве случаев дают отказ если не отказ то как минимум возражения к эксперту очень серьезные возражения когда приходится нанимать адвоката доводить также дело до суда чтобы все таки получить данный торговый знак то есть мой совет в первую очередь при нейминге выбирать какие-то синтетические названия допустим вот у нас есть слово вектор и мы берем другое слово трон проверяем вектор трон нам ничего не дал теперь теперь мы подрезаем поиск обратно к трону естественно получаем на трон 149 запись если скомбинировать вот эти вот два слова вектор трон чтобы из них получилось слово которое является абсолютно синтетическим не имеющим скажем так какого-то смысла то получится скажем так оптимальное оптимальное наименование которое для определенного товара должно для определенного класса должно будет иметь очень хорошие шансы на положительную регистрацию это в общем все что я хотел сказать на данный момент о нейминге Денис подскажешь мне что-нибудь по поводу нейминга какие-то вопросы ну во-первых ты когда нейминг делаешь делаешь несколько слов как ты мне сделал шесть по моему да я все шесть использую на разные бренды в конечном итоге подгоняя по смысловому значению и мне получилось я понимаю что на данный момент этот нейминг срабатывает в плане того что он уникальный через какое-то время он будет не таким уникальным но шансов намного больше чем буду я сам придумывать мне в принципе это удобно уже как минимум три слова из шести я использую вот да потом могут быть конечно какие-то нюансы со временем и так далее но в любом случае это мне лично помогло как шпаргал да конечно это идеальный вариант с точки зрения что вот мы когда делаем нейминг мы выбираем допустим пять названий для определенного класса из них так с каждым из них можно в принципе поиграть что имеется ввиду игра то есть выбирается какое-то такое синтетическое название которое можно изменить изменить окончание либо начало и так далее что позволяет под скажем так как подстроить любое из этих слов под себя под свой вкус в первую очередь а также это является большим плюсом при поиске доменов когда как вы знаете вот короткие домена тем более тем более серьезные домены все заняты нюанс еще какой очень внимательно к этому надо отнестись в плане того что мы когда проверяли свой один из брендов ну торговых марок проверяли домен был свободен не успели мы только подать на регистрацию офицер сразу он стал занят и комовский сайт то есть вот это наш бренд который мы сейчас регистрируем он у нас как бы ком уже занят так что всем советую если вы определились до официальной регистрации обязательно домен а потом только подавайте документ на регистрацию да это абсолютно правильно есть огромное количество фирм а также частных лиц которые следят за регистрированными брендами и автоматически регистрируют данные домены по наименованию бренда ну это общепринято скажем так практика у большинства фирм в Америке а также не только в Америке кучи лиц которыми занимаются перепродажей доменных имен в Америке в Америке не пройдет или будет какие-то проблемы потому что серьезные клиенты сразу же заказывают нейминг перед торговым знаком они бронируют бронируют до пяти доменов мне почему-то показалось пять доменов многовато но вот реально пять доменов человек себе забронировал и он считает что это минимальное а какие в основном помимо комовского что он здесь идет в первую очередь востребовано вот именно от товара вот либо это товар либо это услуги если услуги то это конечно ком инфо про нет такого типа доменов что касается товаров здесь уже как говорится дело вкуса и подбора даже я замечал что некоторые подбирают доменные имена к примеру там из Белоруссии вот к примеру БЕЕ у него бренд к примеру опять же на букву Б какой-то там БЕКО и он вберет себе доменное имя из к примеру БЕ и у него получается красиво БЕКО.БЕ да это из серии для того чтобы клиент легко запоминал домен это больше касается товара специфический выбор конечно да но есть куча нюансов именно вот особенно с скажем так с доменными зонами каждый вот что касается товаров там уже каждый выбирает на свой вкус я бы так сказал понятно давай дальше что касается торговых знаков опять же делаем предварительный поиск стоит он от 100 долларов занимает он около недели подача документов 675 долларов из которых 275 это госпошлина за дополнительные за каждый дополнительный класс к этой сумме добавляется еще 275 долларов к сожалению стопроцентной гарантии мы не даем какие все профессиональные фирмы которые работают в данной области тем более что виск точно так же свои таксы не возвращает никогда что касается поиска когда делается профессиональный предварительный поиск мы предоставляем отчет о поиске данный поиск мы всегда настоятельно советуем клиентам делать с логотипом одновременно это та же самая цена мы одновременно проверяем и наименование и логотип то есть вот это вот идеальный вариант когда вы подаете все-таки торговый знак наименование плюс логотип у вас есть двойные шансы на положительную регистрацию мы делаем поиск с проверки одновременно и наименование и логотипа и предоставляем список и очень часто бывает такое что приходится либо чуть-чуть изменять наименование либо полностью менять логотип потому что огромное количество логотипов и очень часто приходится его либо видоизменять либо менять наименование наименование и также последнее предоставляем услуги по защите авторских прав очень востребована эта услуга для фотографий для защиты фотографий и видео из листинга то есть если вы сделали свои уникальные фотографии и видео и у вас их воруют то идеальным способом защиты является защита авторских прав на сайте copyright.gov регистрация занимает один два дня очень быстро сразу же вы получаете регистрационный номер который вы можете предъявлять на амазоне через полгода вы получаете по почте бумажный сертификат даже не полгода четыре шесть месяцев иногда бывает даже быстрее также что касается проверки товаров очень важно при выборе товара вы проверили допустим ваш товар на торговые знаки выбрали на торговые знаки скажем так конкурентов вот вы в китае заказали себе товар выбрали наименование обязательно проверили сделали такой упрощенный поиск который сейчас показал точное название чтобы у вас не было совпадающих названий чтобы не было автоматического бана или предъявления претензий после этого если у вас есть скажем так каким-либо способом или скажем так является каким-то техническим устройством к примеру лампочка часы и так далее нужно обязательно его проверить на патент патенты поиск по патентам самый простой удобно удобно для новичка это google патент потому что поиск поиск на в американской базе очень сложен для новичка поиск 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 и посмотрите если есть патенты на изобретение это скажем так в америке это патенты просто с номером давайте то я настоятельно не советую естественно нужно проверить если данный патент действителен то я настоятельно не советую торговать данным товаром в первый раз потому что там где есть патенты там очень большая конкуренция и очень высокие риски если вы только-только запускаете если же вы профессионал то настоятельно рекомендую заказать профессиональный поиск патент чтобы определиться есть ли есть действующий патент если уже находится действующий патент который очень схож с вашим товаром то в дальнейшем уже нужно заказывать скажем так анализ данных двух патентов на возможность торговли на рынке это что касается патентов есть у нас услуга патент пендинг которая позволяет бронировать патент скажем так патент на год то есть вы предоставляете изначальные документы по патенту подаете документы и у вас есть год на то чтобы торговать и посмотреть действительно ли пошел товар и если товар идет приносит доходы то из патент предварительного патента можно перейти в настоящий патент с датой приоритета которая была год назад то есть у вас будет приоритет на год назад по регистрации то есть это огромный плюс да также есть процедура есть услуга подачи патентов на дизайн что касается вот именно проверки на патент в тех же самых базах Google патенты и так далее нужно обязательно смотреть если вы находите патент с буквой с в конце то это патент на дизайн у них во-первых меньше срок действия всего лишь 14 лет в отличие от обычного патента где он 20 лет и патенты на дизайн обладают более скажем так слабой более слабыми правами то есть нужно четко проводить разницу между патентом на дизайн и патентом на изобретение патент на изобретение это сам принцип работы устройства как оно действует любые его комбинации и так далее если допустим имеем в виду опять же на примере часов часы которые скажем так к примеру имеют вертушку которая взлетает и улетает и для того чтобы отключить часы нужно найти эту вертушку да вот если вы находите такой патент то скорее всего таким патентом можно будет блокировать комбинации вертушек электронных и так далее то есть вам по ним будут предъявлять требования это довольно таки патенты на изобретение обладают очень большими правами в принципе для того чтобы заблокировать рынок нужно получить патент на изобретение и в дальнейшем у вас есть скажем так 90 процентная какая-то гарантия в том что только вы будете торговать этим товаром патенты на дизайн считаются более слабыми потому что они в основе своей защищают форму товара и орнамент то есть если у вас есть часы круглые на ножках металлические стандартные такая старая модель и вы хотите сделать какие-то новые часы продавать вы делаете часы в форме бабочки какой-то там очень уникальной да делаете себе патент на дизайн с этой вот часы бабочка да и торгуете этой бабочкой долго и нудно но как только кто-то начнет торговать часами мячиком он будет иметь точно такие же права на торговлю то есть патент на дизайн с часами бабочка не перекроет товар часы мячик а вот если будет патент на изобретение часы то он перекроет все часы это естественно пример я имею ввиду какие-то уникальные часы с каким-то уникальным новым эффектом новым устройством к примеру ради примера это могли бы быть часы с каким-то там атомным или затопным синхронизатором времени который дает точность времени в районе миллионов вот данное патентное изобретение перекрыл бы все возможные вариации подобных часов но не простых часов механически динес у меня пока все если есть какие-то вопросы или комментарии уточнения буду рад услышать да сейчас откроем так давайте вопросы если они конечно есть александр очень как обычно нудно но очень подробно все рассказал в принципе у нас наши все лайвы такие же это нормально стараюсь да но в любом случае мы стараемся давать в первую очередь информацию постепенно тоже учимся и я считаю в этих лайвах должна быть как я не знаю процентов 30 доли бесплатной информации которую может специалист или полу специалист воспользоваться и бесплатно сделать потому что не у всех есть возможности не у всех есть бюджет на все эти действия но мы пытаемся минимизировать ваши риски в любом случае вот потому что запуск товара и проверка товара все все это риски ну вот и мы пытаемся минимальными средствами просто нам в основном все платят именно за наше время плюс есть определенные затраты связанные с пошлинами всем остальным так первое Игорь спрашивает вы ребята просто молодцы первый раз где-то полгода тому посмотрел ваши лайбы сейчас все бомбезны как всегда спасибо Игорь спасибо Александр спасибо большое да в любом случае все понимаем что все это делается для того чтобы заработать деньги нам и вам вот мне кажется это нормально главное чтобы это не было тупой рекламой без толковой потери времени мне кажется это самое основное что любые вопросы то есть Саша сейчас расскажет покажет Саша сейчас в skype кину ссылку где все ну то есть где правильно смотреть эти сейчас секундочку все секундочку вопросы где смотреть то есть там я уже налопчился переходи туда и все вопросы увидишь в разверте полный так сейчас вот под видео здесь ну так следующее ну смотри сам читай Константин спрашивает так Игорь мы прочитали Найджел Лероль если вы выбрали выдуманный нейминг которого нету в базах из ПТО ВИПа какой шанс получить подтверждение регистрации на текст без лога ну смотрите выдуманный нейминг окей хорошо вы придумали синтетику отлично проверили его на точное название в СПТО ВИПа это вам дает где-то в районе 50-60 процентов без профессионального поиска профессиональный поиск вот именно наименование почему рискованно всегда делать подавать именно чистый словесный подач потому что она более скажем так более слабовата для регистрации хорошо вот это дает вам где-то в районе 50 в лучшем случае 60 процентов если вы действительно хорошо выдумали наименование и оно действительно какое-то синтетическое проверили его на точное наименование но профессиональный поиск что дает он позволяет проверить все вот эти вот комбинации наименование допустим у вас вектор трону проверяются комбинации измененного измененных слов после вашего наименования до него потом все комбинации букв допустим вот как я говорил о векторе вектор через си или вектор через капо или это может быть не вектор а вектор з с вот эти вот все комбинации позволяют проверить профессиональный поиск вот также профессиональный поиск позволяет проверить если мы говорим именно только о словесном наименовании другие комбинации иногда слово может быть написано абсолютно по-другому но словесно оно похоже в профессиональный поиск позволяет отсеять очень много вот таких вот нюансов также при профессиональном поиске я бы сказал что и при хорошей синтетике вот при хорошем выдуманном можно поднять шансы до 80-90 процентов если добавить логотип вот при профессиональном поиске мы проверяем и логотип то тогда шансы поднимаются сразу же минимум это 8 процентов а так могут доходить до 95 процентов спокойно даже там 96 и так далее потому что когда вы подаете наименование с логотипом у вас двойные шансы на удваиваются шансы на регистрацию когда вы подаете просто словесный особенно если он еще профессионально не проверен то это где-то в районе 50-60 процентов это синтетика это я говорю про синтетику про какое-то фантастическое специально подобранное наименование вот оно может дать где-то 60 процентов потому что вот мы при нейминге я из практики скажу что да блин мы где-то иногда подбираем по одному классу до 50-60 названий и все это синтетика и мы получаем в результате каких-то оптимальных где-то 5-6 а если класс какой-то такой конкурентоспособный допустим там косметика или какие-то там приборы ну где огромная конкуренция то там можно можно перебирать до 70-80 названий пока найдешь хотя бы 5 действительно таких сильных которые позволят тебе нормально торговать в этом классе и причем это такая гарантия знаете как где-то вот мы сделали нейминг мы подобрали 5 названий и после этого если вы сразу же регистрируете окей это 90% на шансы на победу но если вы выжидаете месяц 2-3-4 то эти шансы плавно уходят ниже ниже то есть берем вот такую идеальную ситуацию мы выбрали вы выбрали сделали нейминг сделали его качественно сделали какую-то синтетику проверили его ну непрофессионально допустим из КТО ВИПа то это вам дает ну в лучшем случае 60% если вы сразу же его подали если вы еще протянете чуть-чуть время там месяц-два то шансы с каждым днем падают следующий вопрос если словочетание не найдено на ВИПа то проблем не будет будут скорее всего будут потому что я еще раз говорю точное название не дает вам практически никаких шансов ну в лучшем случае 20-30% на то что какой-то положительный успех будет вообще потому что вот я расскажу облатился клиент девушка торговала косметикой ну скажем вот в этой вот всей тематике косметики она сделала название серии жизнь выпадает просто хорошо хороша точно так же выпадает девушка получила двойной отказ и по жизнь и по хорошо и ей пришлось делать ребрендинг я так думаю дальше amazon инструменты кто спит кто спикер зовут меня александр бренд лекс в фейсбуке я в жизни меня к сожалению или к счастью не зовут александр бренд лекс александр гензак дальше и и звук плюс звука нет звука нет так еще раз вернемся к вопросам те которые пока есть все таки вот если бы я подходил вот как новичок не обладая своими знаниями для нейнинга я бы впечатлял в первую очередь опять же приходил бы брал бы два слова например брал бы одно слово проверял бы его по базе юспто когда бы я не находил его в вариациях скажем так вот как я говорил с двумя звездочками я бы его брал за основание потом брал бы второе слово и начинал делать какие-то комбинации вот это вот то что называется синтетика то есть как вот в общих чертах как это делается дальше уже идет проверка вот этого вашего выдуманного слова во всех вариациях то есть заменой букв как оно пишется и так далее и если уже вообще профессионально подходить к этому вопросу логотип логотип точно так же как и наименование старательно избегать принципа масломасленное если вы делаете товар для часов то естественно стрелочки и в логотипе и в названии желательно избегать со стопроцентной вероятностью они где-то пересекутся и создадут вам проблему так же вот насчет профессионального поиска да есть такой нюанс что есть куча заявок которые находятся в пеннинге которые в принципе как таковые не видны в основной базе особенно это видно по по международным заявкам то есть допустим кто-то подает в Германии он выходит на международную заявку в США в базе вы этого не увидите это нужно проверять по другим базам и это показывает профессиональный поиск то есть когда делается профессиональный поиск он делается не по базе США не только по базе США он делается и по другим базам чтобы выявить всплывающие заявки и так же это дает дополнительный вот процент на выигрыш на положительные результаты что давайте посмотрим какие там еще вопросы есть пока вопросов нет ну давай тогда что в минуту подождем до закончим не будем затягивать в принципе я так же что что если кому надо будет обратиться уже по ситуации было спрашивать потому что бывает просто бывает такой еще формат вопросов вот я к тебе часто люди отправляю от себя что ну мне лично понять то есть куда человек направить мне надо понять вот соответственно я им даю какие-то конкретные вопросы именно элементарные вообще надо не надо что делать как делать почему делать или не делать ну то есть такие вещи вот еще раз вот как бы хотелось подытожить что касается поиска и вообще как ориентироваться клиенту то есть мы в принципе занимаемся вот проверкой товара на торговый знак просто для того чтобы можно было завозить товар чтобы можно было под ним работать и в последующем можно было зарегистрировать торговый знак также занимаемся неймингом то есть если у вас нету наименования мы подбираем уникальное название которое с большой большой вероятностью то есть это где-то 90 процентов пойдет на регистрацию торгового знака если же вы его сразу же подадите то оно вообще будет где-то в районе 95 процентов на регистрацию с моей точки зрения если не сразу то у вас по-любому где-то есть скажем так в моей практике как я расцениваю где-то каждый месяц или два месяца снижает шансы на регистрацию где-то на 10 процентов на положительную регистрацию чем чем больше вы ждете тем больше появляются каких-то похожих нюансов и естественно при выборе наименования при регистрации торгового знака старайтесь делать логотип он дает более широкую защиту единственный минус вот с недавним нововведением Amazon потому что они регистрируют для бренд-регистри только наименование стандарт characters без логотипов здесь уже приходится принимать решение на что идти либо идти только на номинование и регистрировать для бренд-регистри либо идти на номинование с логотипом и получать торговый знак полноценный с большой долей вероятности и потом если уже как говорится расширяетесь то есть упрощенная процедура по регистрации наименования наименования из этого из этой же комбинации наименования с логотипом но как таковое если у вас уже есть зарегистрированный торговый знак наименование плюс логотип у вас 99-ти процентная вероятность потом подать торговый знак просто наименование и расширить товары и так далее и все остальное и я советовался вот с некоторыми адвокатами есть такое мнение что Amazon в первую очередь будет обрабатывать по бренд-регистри торговые знаки только с наименованием потому что их проще всего обработать в дальнейшем есть скажем так такая вероятность что они на бренд-регистри запустят торговые знаки с измененным шрифтом и с логотипом но пока что на данный момент они принимают только наименование кромки у более в первую очередь ты закончишь? да Денис я смотрю вопросов пока что нету если действительно кому то будет нужно в любом случае я скинул ссылки в описании группы есть таблицы инструментов раздел услуги там александр тоже находится если что я думаю сейчас кинет сюда все ссылки так что все будет до секундочку вот так вот выглядит моя страничка часа кину ссылку ну тогда все до новых встреч спасибо за внимание хотел сказать анонс на четверг четверг мы планируем по ппс опять продолжение ребят которые брали на аутсорс они хотят рассказать какие добились результатов в принципе времени достаточно вот теперь лайв у нас проходит как раньше понедельник четверг но время я сделал на час просто на два часа что-то я пока не готов уже уж совсем будет поздно вот пока пока вот так формате работаем так что всех ждем будет больше людей будет больше лайвов всем удачи всем пока спасибо всем удачи